Это программа День с толком в студии Ирина Корчегина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Второй Новоалтайск. Может ли под Барнаулом появиться еще один город? Допелись из аптек. Начала пропадать Виагра. Как в Алтайском крае теперь будут бороться с мужским бессилием? Жизнь после ДТП. Как чувствует себя лошадь, ради которой в Алтайском крае развернули целую спасательную операцию? Предстоящий праздничный день, 8 марта, будет выходным не для всех. Из-за ухудшения погоды, а синоптики обещают дождь, снег, метель и сильный ветер, в Барнауле будут дежурить бригады автодорстроя, сообщают в мэрии, чтобы оперативно реагировать в случае подтоплений на улицах краевой столицы. Всем участникам дорожного движения завтра также рекомендуют быть особенно внимательными. Продолжим. Под Барнаулом может появиться новый город. По крайней мере, обсудить эту возможность жители призывает один из общественников. Речь идет о рождении крупного населенного пункта на базе уже существующих поселков – Санниково, Фирсово и Лесного Бобровского сельсовета. Почему возникла такая идея? И действительно ли скоро у нас появится второй Новоалтайск? Узнавала наша съемочная группа. Какие-то участки в этом поле достаточно большие, да, они уже выкуплены. Пока речь идет по информации СМИ о среднеэтажной застройке. Это 5-8 этажей. Перспектива потануть на фоне многоэтажек все больше пугает жителей Фирсово, Санниково, Лесного. На днях их переживаний озвучил местный общественник Алексей Шипунов. Говорит, в последние годы поселки растут не только вширь, но и ввысь. Он предложил идею слить населенные пункты в новый город, чтобы жители могли вместе решать важные вопросы. Строить ли высотки или не строить, и, насколько я понял, основной довод жителей, что они сюда приехали именно за тишиной, и им не хотелось бы сюда переносить городскую суету. И вот я считаю, что придание новому статусу этим территориям, оно, по крайней мере, должно способствовать тому, чтобы жители более уверенно могли заявлять о своих правах. Речь идет об огромной территории. Если смотреть по карте, то площадь объединенных поселков едва ли не сопоставима с Новоалтайском. И вряд ли под боком краевой столицы такую территорию отдадут под частный сектор. О застройке другого берега в Барнауле говорят много лет. В поисках новых земель идут уже за обь. А чистый, солнечный и пока тихий пригород имеет все шансы стать спальной рублевкой. Но городом ли? Численность трех поселков больше 5000 человек, а город начинается с 20, объясняет архитектор Андрей Таджанов. Речь об экономике. Чистить улицы для города с плотностью 70 человек на гектар экономнее, чем из расчета 5 на гектар. Особые требования к социальной структуре, особые требования к инженерным структурам, особые требования к рекреации и, скажем, к транспортным. Это не может быть одна маршрутка, которая ходит из города и доезжает до Фирсова и считать вот это транспортной структурой. По словам общественника Алексея Шипунова, его идея пока не вызвала никакой реакции. Но жители Фирсова, Санникова и Леснова готовы обсуждать свое будущее и назваться как угодно, если это сможет обеспечить комфорт, за который они, собственно, и платили, покупая землю. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов, День с толком. Жители соседнего Новосибирска столкнулись с нехваткой Виагры в аптеках. Совсем недавно стало известно, что знаменитый препарат от американской компании покинул российский рынок. Эта новость заставила мужчин закупиться впрок. Спрос на препарат вырос на 50%. Для Алтайского края, как и в целом для страны, вопрос мужского бессилия актуален. Врачи говорят, что к ним приходят не только 70-летние, но и 20-летние пациенты. По статистике в России, эректильной дисфункцией страдает более 30% мужского населения. Причем реальная цифра может быть еще больше. По словам медиков, далеко не все мужчины готовы прийти к врачу. Многие принимают препараты для мужской силы бесконтрольно. Хотя, по идее, подобные лекарства должны продаваться по рецепту. Как у нас мужчина обследуется, это тоже отдельный вопрос. Потому что не каждый готов поделиться. Он не разобрался в причине, откуда у него эректильная дисфункция. Он будет увеличивать дозу. То есть уже он дойдет до того, когда ему дозы уже будет недостаточно. И у него уже действия этого препарата просто действовать не будут. Кстати, только врач может определить, в чем причина мужского бессилия. Это могут быть проблемы с венами, артериями, гормонами. Но также это могут быть, особенно у молодых мужчин, психогенные факторы. У нас есть аппарат Андроскан. Мы измеряем ночные эрекции. У него ночные эрекции сохранены. Значит, нет проблем с венами и артериями. Значит, у нас проблема какая-то психогенная. То есть надо исключать психогенный фактор, это психолог. Отправим психолога на консультации. Вернемся к нашей Виагре. К счастью, мужчин еще 5-6 лет назад в стране активно занялись импортозамещением известного препарата. В Минздраве сообщают, что сегодня в аптеках достаточно препаратов с действующим веществом Силденефил. Именно оно и вызывает тот самый эффект, которого хотят добиться мужчины. В целом, я не считаю, что какая-то есть сложная ситуация с этим фармацевтическим продуктом. У нас на сегодняшний день 36 компаний отечественных фармацевтических, которые занимаются производством Силденефила. Даже у нас на территории Алтайского края есть производители Силденефила. Мы выписываем химическое название. А наши пациенты вправе сами выбрать в аптечной сети, какой из препаратов им выбрать. Отечественный, зарубежный. Абсолютно заменяемый препарат. Если бы это случилось, наверное, лет, так может быть, 10-15 назад, ну да, наверное, это было бы сложно. А сейчас нет. Кстати, в аптеках Барнаула еще есть препарат для мужской силы зарубежного производства. Но даже когда он пропадет, мы знаем, что это не повод опускать руки. И переходим к другой теме. Немного необычной статистики. В России они стали меньше есть говядины. Об этом сообщают известия со ссылкой на статистические данные Национального рейтингового агентства. Они собрали информацию с 2017 по 2021 год. Объем говядины на обеденном столе россиян за последние пять лет уменьшился в среднем с 20% до 18% в концу 2021 года. За это время потребление на душу населения в среднем снизилось на 1 килограмм. И по прогнозам, доля говядины в мясной тарелке в ближайшие годы снизится еще почти на 2%. По мнению экспертов, такой тренд связан с высокой стоимостью говядины по сравнению с другими источниками белка – свинины и курицей. Так, по данным Росстата, за январь этого года розничная цена говядины была на 59% больше стоимости свинины и почти в три раза мяса птицы. Как итог, среднее потребление на душу населения свинины – 15 килограммов и курицы – 25 килограммов. Продолжим. Днем она помогает обнаружить онкологию, а вечером курирует сбор медикаментов и денежных средств для покупки аппаратов ВКГ. Почти полгода барнаульский врач УЗИ ведет переговоры с благотворительными поставщиками, командирами медицинских подразделений, чтобы ушедшие на спецоперацию с точки зрения медицины ни в чем не нуждались. Накануне 8 марта знакомим вас с красивой, сильной и многозадачной Лилией Сахаровой. 15 человек в день и с каждым предельно внимательно. Щитовидка, внутренние органы, суставы. Лилия Сахарова ищет заболевания на начальной стадии и при самом страшном не бросает пациента одного. Много и онкологических больных. Буквально и 20-летние, и 30-летние. И да, разные процессы по стадии запущенности, поэтому, конечно, приходится и поддерживать, и настраивать, что нужно бороться. Борется за жизнь она не только в своем кабинете. В октябре знакомая включила ее в небольшой чат. В нем они начали сбор самого необходимого для мобилизованных. А спустя несколько недель их было уже 7 тысяч человек. Речь идет об общественной организации «Добра воля-22». Сначала шок и стресс, говорит Лилия. А спустя полгода каждый организатор курирует свое направление. За ней – госпитали. Мы собираем от шприцов, закупаем, до электрокардиографов, до дефибрилляторов. А обезболивающие, перевязка нужны всегда, говорит Лилия. Она держит прямую связь с военными госпиталями. Отдельное спасибо. Мы ценим ваш труд, ваше старание, ваше время. Когда идут вот такие грандиозные сборы, это вообще вплоть до ночи и с самого утра. Это идут переговоры с поставщиками, с закупщиками, с районами, с командирами медицинских подразделений. То есть это постоянно вот такая работа, очень большая работа на самом деле в телефоне. Временами сильно устает, признается врач, но это задача, и ее нужно выполнять. Периодически к ней попадают мобилизованные, и каждому она желает поскорее вернуться. А женщин накануне 8 марта призывает к балансу. Брать на себя то, что ты можешь подтянуть. Без ущерба для семьи, без ущерба для здоровья. То есть, ну и, наверное, верить. А пока она очень верит в земляков и в то, как в крае сплотились ради поддержки мобилизованных. Это носки, которые связали для бойцов. Они невысокие, подбирцы. Сейчас любая помощь, уверена Лилия Сахарова, на вес золота. Всем огромное спасибо. Все вернемся. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов. День с толком. Заринскую музыкальную школу номер 2 ждет обновление. Сейчас там проводят капитальный ремонт. Ход строительных работ накануне оценил губернатор Виктор Томенко. Он пообщался с руководством школы и участниками творческих коллективов. Свой рабочий визит в Заринск глава завершил на спортивном матче по женскому волейболу, где поздравил участниц с 8 марта. Подробнее в сюжете. Весело было нам, весело было нам. В Заринской музыкалке номер 2 фольклорный ансамбль «Соловейки» не прекращает репетиции. На время капремонта занятия перенесли на первый этаж. А полное обновление ребята смогут увидеть уже к началу учебного года. В здании заменят коммуникации, двери, окна, пол, отремонтируют фасад и кровлю. На эти цели направили 40 миллионов рублей благодаря нацпроекту «Культура». Виктор Томенко пообщался с директором школы и выяснил, как продвигаются работы. Начали ремонт мы со второго этажа. У нас здание двухэтажное. Но чтобы, так сказать, не нарушать учебный процесс, мы, значит, решили так. Второй этаж начать ремонтировать, а всех учеников и учителей перемести на первый этаж. Также в Заринске глава края посетил недавно отремонтированный спорткомплекс, где проходят соревнования по волейболу среди девушек. После матча Виктор Томенко поздравил спортсменок с наступающим международным женским днем и подарил тюльпаны. К слову, губернатор и сам отлично играет в баскетбол. Я лично свою команду баскетбольную, сборную, когда-то Красноярского края помню до сих пор. И уже прошло 30 или больше лет, и мы поддерживаем взаимоотношения с друзьями. Уверен, что будет так и у вас. Глава региона также отметил, что в разных районах Алтайского края благодаря нацпроекту «Культура» и краевой адресной инвестиционной программе капитально отремонтировали уже 8 детских школ искусств. А в 38 муниципальных ДШИ обновили парк музыкальных инструментов. Добавим всего, в школах искусств края сейчас учатся около 28 тысяч ребятишек. Мария Мацаева. День с толком. Ее история спасения уже стала настоящей легендой. Раненая лошадь, которую сбил автомобиль в Краснощоковском районе, и ради спасения которой была развернута целая спасательная операция, пошла на поправку. Леди-легенда успешно перенесла операцию и уже начала ходить. О шансах на полноценное выздоровление узнавала Валентина Аскерова. Еще не уверена, но уже четырьмя ногами чувствует землю. В конце января в Краснощоковском районе лошадь попала в ДТП. Открытая рана ноги. Шесть суток неравнодушные волонтеры-медики пытались забрать животное с мороза и начать лечение, но не могли. Там целая операция была по спасению. Изначально ее с поля вывозил Роман Дроботов со своей супругой и с другими жителями Краснощоково, села, там, где она, собственно, после ДТП и стояла. Более шести суток, голодная, на холоде, то есть с открытой раной ноги. Сотрудники ГИБДД по непонятной причине запрещали забрать лошадь с места, ссылаясь на то, что якобы она участник ДТП. На самом деле это никак не связано с нормой закона, и я вынуждена была обратиться с жалобами в соответствующие органы. После спасения молодую лошадь, ей нет и двух лет, приютила медсестра Наталья. Начались уколы, перевязки. Некоторые поставили крест на кобыле, мол, открытый перелом фатален для лошади. Но новосибирские специалисты подарили надежду. Как сказала Наталья Владимировна при осмотре, то есть оторванная часть ноги была абсолютно живая. И копыта, и кровоснабжение не было нарушено, поэтому шансы были. В правиле сустав лошадка встала на ноги. Изможденное животное начало поправляться. Уже плюс 70 килограммов. Это для нее лакомство, да? Да. Она радуется. Моро такое делает. Ела, ела, ела. Она такая изголодавшаяся была. На днем и ночью ела. А что ее любит больше всего? Морковку любит, кашу любит, овес любит. Пакетом засушишь, она уже сразу... Где? Кто? Вкусняшки, еда, медикаменты, марли, бинты. То, что сейчас необходимо для лечения и восстановления леди-легенды. Такую кличку дали девочки. Впереди у нее еще одна операция и долгие месяцы восстановления. Посильную помощь может оказать любой из нас. Реквизиты на вашем экране. Но что касается полноценного выздоровления, то оно возможно. Скакать, конечно, вряд ли получится, однако ходить легенда однозначно будет. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком. Барнаульцев приглашают больше узнать о каллиграфии и даже освоить этот древний вид искусства. В музее «Город» до конца марта будет работать выставка «Пишу, как дышу». Автор работ Ольга Алексеенко поделится своим творчеством и докажет, что каллиграфия – это не только уроки чистописания в школе, но и хобби, а также большая любовь. Об изысканном письме не только в сюжете Анары Шагировой. В начале было слово, затем другое. Так в прямом смысле написаны портреты голливудской звезды прошлого века Одри Хепберн и нашего поэта-земляка Роберта Рождественского. За основу взято черно-белое изображение портрета, где белые пустые пространства – это свет, а тени и полутона – это именно шрифтовые, ну это каллиграфия, собственно. Карандаш и ручка в таком деле не годятся. Нужны специальные инструменты – перья и рулинг-пен. Если первые позволяют выводить тонкие линии, то при помощи рулинг-пена получаются широкие надписи. Резкие, динамичные, с брызгами и кляксами. Совсем не похожи на школьное чистописание. К слову, именно так рассказывает Ольга. Многие новички в изящном письме воспринимают каллиграфию. Хотя это настоящее искусство, где одну букву можно написать тысячами разных способов. А ведь есть не только кириллица, а еще латиница и даже иероглифы. Безграничное поле для творчества, а для Ольги еще и любимое дело, которому, будучи графическим дизайнером по образованию, автор пришла случайно. При выполнении одного из заказов мне необходимо было что-то красиво написать, заголовок какой-то красивый. И я начала искать способы, как это сделать. Так как, когда я обучалась в университете, у нас не было такой дисциплины, как каллиграфия. И во время выполнения этого проекта я начала изучать каллиграфию, пробовать писать. У меня, конечно, не очень получалось, но мне так это понравилось, сам процесс понравился. Сегодня на выставке мастера Ольги Алексеенко есть работы уже ее учеников. Эти смелые люди отбросили стереотипы о плохом почерке и взяли в руки перо. Кстати, каждую субботу до 26 марта каллиграфист будет проводить в музее «Город» мастер-классы для всех желающих освоить красивое письмо. Век высоких технологий, говорит художник, конкурировать с принтерами нет смысла. А вот найти еще одно занятие для души – самое время. Анна Рашегирова, Александр Антропов, День с толком. Эффектные рельефные руки, загорелые тела и блистающие в свете софитов костюмы. По-настоящему сильное событие состоялось в минувшее воскресенье в Барнауле. В чемпионате и первенстве Алтайского края по бодибилдингу участвовали больше сотни человек из шести регионов Сибири. Кто стал лучшим спортсменом, расскажем далее. Парад роскошных форм и упругих ягодиц открывают красотки в категории фитнес-бикини. Как говорится, к пляжному сезону готовы. Однако такие изгибы тела дорогого стоят, рассказывают участницы. Самодисциплина, правильное питание и постоянные тренировки в зале. Никаких излишек, все, как тренер прописал, по граммам высчитанное. Курочка, рыбка, каша. За кулисами царит волнение. К выходу на сцену готовятся мужчины. Кто-то продолжает упорно тренироваться, а кто-то гримирует контуры своего рельефа. У меня руки подняты, чтобы сохнуть. Ну, вы расскажите, что за краску вам нанесли сейчас? Это грим, официальный грим, чтобы лучше мышцы на сцене были видны. Мне нравится, мне нравится совершенствовать себя, мне нравится работать над своим телом. Абсолютный победитель в категории бодибилдинг мужчины, вне зависимости от весовой категории, получает главный приз. Это 20 тысяч рублей и вот такая золотая статуэтка в виде Арнольда Шварценеггера, который в свое время стал эталоном атлетического телосложения для многих культуристов. О том, что возможности человеческого тела безграничны, доказали участники в категории спортсмены с нарушением опорно-двигательного аппарата. Раньше я был бальником, спортивные бальные танцы. Занимался 10 лет, а потом решил попробовать что-то новое. И вот смотрю, недавно началось бодибилдинг на коляске. Тренировки, как и у всех, три раза в неделю, где-то примерно два часа. 19 категорий и два абсолютных первенства. Более сотни лучших спортсменов из разных регионов Сибири. Критерии оценивания для каждой категории разные, но одинаково строгие, рассказывают организаторы. В женских категориях очень важны пропорции. Там нельзя сделать так, чтобы девушка выиграла, потому что у них больше всех мышц. А что значит красивые пропорции? Это 90-60-90? У наших девочек бывает даже круче. Да, то есть 60-60 это уже слишком широкая талия. Для бикини считается, да. То есть там от 50 начинается. Абсолютной чемпионкой края в категории фитнес-бикини в этом году стала Евгения Сидельникова. В артистическом фитнесе Анастасия Гриценко. В категории атлетик победил Денис Ершов, а в классическом бодибилдинге Александр Рябинин. И это далеко не весь список призеров и победителей. Ну а в следующий раз продемонстрировать свои прокаченные тела сильные мужчины и эффектные дамы смогут уже на Кубке России, который пройдет в Петербурге в апреле. Мария Мацаева, Дмитрий Денисов. День с толком. Жительниц Барнаула с предстоящим 8 марта сегодня поздравили звезды российского шоу-бизнеса Александр Рева и Михаил Галустян. Правда, не настоящие. Под масками известных артистов побывали мужчины нашей редакции. Слова поздравлений, букеты, надеемся, подарили представительницам прекрасного пола хорошее настроение. Хотим поздравить вас с наступающим днем весны, красоты. Эти сейфы, пусть и ты к полной мере к вам относится. Михаил Галустян специально прибыл из Москвы, Александр Рева. Поздравляю с 8 марта. Ой, мама, кто это? Ой, мама, что это? Спасибо. Мы поздравляем вас с 8 марта. В этот день мы к вам 8 марта от Селикова Толст дарим вот этот букет цветов. Спасибо большое. Ну и еще раз поздравляем наших любимых мам, бабушек, сестер с прекрасным 8 марта. Ну а на этом у меня все новости. Смотрите нас на 22 кнопке и в соцсетях. Для вас работает телефон нашей редакции 205 545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эволар». До встречи в эфире. Продолжение следует.